Тремор Тремор – это гиперкинез, который проявляется непроизвольными колебательными ритмичными движениями части или всего тела в результате постоянного повторения сокращения и расслабления мышц. Является одним из наиболее распространенных экстрапирамидных расстройств. Довольно часто тремор носит семейный характер, в некоторых случаях он бывает недоброкачественным и имеет крайне тяжелое течение. Причины. Структуры нервной системы, отвечающие за возникновение тремора, недостаточно изучены. Патологический тремор бывает пастуральным, интенсионным, статическим, смешанным. Статический тремор наблюдается при паркинсонизме, эссенциальном треморе, печеночно-мозговой дистрофии, отравлении ртутью. Пастуральный тремор наблюдается при отравлении литием, алкоголем, при тиреотоксикозе, паркинсонизме. Часто тремор наблюдается в состоянии усталости, тревоги. Интенционный тремор появляется при поражении мозжечка или его связей. Виды заболевания. По частоте колебательных движений при треморе, медленный тремор, быстрый тремор. По характеру движений, тремор по типу нет-нет, тремор по типу дода, тремор по типу катания пилюль, тремор по типу счета монет. В зависимости от локализации тремора, тремор головы, тремор кистей, тремор языка, тремор ступней. В зависимости от условий возникновения, статический тремор возникает в части тела, которое находится в покое, интенционный появляется при мышечной активности, постуральный возникает при поддержании положения, сохранении позы, смешанный возникает как в покое, так и при движениях. В зависимости от причин, истерический, старческий, эмоциональный, ртутный, алкогольный, при тиреотоксикозе, при поражениях мозжечка, эссенциальный, паркинсонический. Симптомы. Физиологический тремор это быстрый и легкий тремор век, пальцев рук, головы, который возникает при мышечной активности, напряжении, охлаждении, переутомлении, эмоциональном возбуждении. Синильный тремор это смешанное дрожание пальцев рук, нижней челюсти, головы, которое не оказывает значительного влияния на движение человека. Лекарственный тремор такой вид тремора вызывают ингибиторы фосфидейстеразы, глюкокортикостероиды, агонисты адренергических рецепторов, препараты лития, нейролептики, вольпроат, трициклические антидепрессанты, амидарон, психостимуляторы. Ртутный тремор наблюдается при отравлении ртутью, возникает в покое, усиливается при произвольных мышечных движениях. Ртутный тремор проявляется в мышцах лица, а потом и конечностей. Алкогольный тремор проявляется в виде дрожания пальцев вытянутых рук, которые разведены, а также мышц лица, языка. Алкогольный тремор имеет место при алкогольной интоксикации, алкоголизме, абстинентном синдроме. Истерический тремор наблюдается при истерии, имеет непостоянную амплитуду и ритм, носит постоянный или приступообразный характер, усиливается под влиянием психологических факторов. Тремор при поражении мышечка является интенсионным и проявляется ритмическими колебаниями конечностей при приближении их к цели. Тремор может иметь постуральный характер, возникающий при сохранении определенной позы, удерживании тяжести. Эссенциальный тремор может возникать как при выполнении действий, так и при поддержании положения, сохранении позы. Тремор бывает двусторонним, но может быть асимметричным. Помимо конечностей, может вовлекаться голова, нижняя челюсть, ноги и голосовые связки. Интеллектуальные способности сохранены. В половине случаев эссенциальный тремор является наследственным заболеванием с аутосомно-доминантным типом наследования, хотя существует мнение о возможности повреждения эферентных путей мозжечка. Действие пациента. Появление тремора является поводом для обращения к врачу и обследования. Надлежит определить вид тремора, причины его развития, а также провести необходимые лечебные мероприятия по устранению проблемы и улучшению качества жизни больного. Диагностика. При треморе врачи выполняют серию инструментальных диагностических методов, позволяющих определить причины развития симптомов. Среди методов обследования при треморе чаще всего применяют, метод РАПИД – высокая частота съемки с последующей проекцией отснятых кадров в замедленном режиме. Тремография и регистрация тремора в трех плоскостях. Темновая фотография – это способ, при котором светящиеся элементы фиксируют на определенных сегментах конечности, которые участвуют в треморе. В темноте колебания светящихся элементов фотографируют на фотопленку. Электромиография – это исследование мышц, которое дает представление о характеристике ритмических гиперкинезов. Другие методы исследования используются на усмотрение врача в зависимости от состояния здоровья больного и выраженности патологических признаков. Лечение. Если тремор проявляется в легкой форме, то его лечение сводится к назначению расслабляющих методик. Важно научиться избегать стрессов и снимать напряжение с помощью дыхательной гимнастики и других методик, которых посоветует вам врач. Помогают расслабляющие ванны с использованием успокоительных эфирных масел и трав. Возможно, пациенту пропишут прием седативных средств натурального или синтетического происхождения. Если тремор не имеет злокачественной природы и протекает в легкой форме, то, как правило, вышеупомянутых процедур должно быть достаточно для устранения болезненной симптоматики и снятия нервного напряжения. Что касается сильного тремора, который мешает больному нормально жить и трудиться, то в данном случае применяются сильнодействующие препараты, снимающие данную проблему. Как правило, это бета-адреноблокаторы, которые в достаточно низких дозировках способны снизить амплитуду дрожания. Эти препараты заметно улучшают состояние больного и быстро устраняют клинические проявления патологического процесса. В лечении эссенциального тремора применяют антагонисты адренорицаепторов, бензодиазепины, примедон. К действию этих средств может вырабатываться толерантность, поэтому их рекомендуют использовать только по необходимости. Медикаментозная терапия мозжечкового тремора, как правило, малоэффективна. Существуют сообщения об успешном применении клонозепама, примедона. Эффективны при лечении тяжелого мозжечкового тремора хирургические методы, такие как стереотоксическая таламатомия, микростимулицея и таламуса. Это новейшая методика лечения, которая сегодня с успехом используется в странах Европы, Израиле и в Японии. При глубокой стимуляции мозга пациенту в области мозга вживляют электроды, стимулирующие активность отдельных зон, отвечающих за координацию движений и тремор. Данная методика лечения в настоящее время совершенствуется, ее активно применяют в лечении таких заболеваний, как болезнь Паркинсона, эпилепсия и других подобных. Осложнение Основное осложнение, наблюдающееся при треморе – это снижение или полная потеря трудоспособности. При тяжелых формах тремора больному сложно даже выполнять элементарные вещи, питаться или одеваться. В таких случаях больному не обойтись без посторонней помощи. Профилактика Отказ от вредных привычек, а также приема препаратов, которые могут вызывать тремор. Отказ от вредных привычек.